МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Весной 2013 года специалисты НАСА заявили о новом открытии на Марсе. Американский космический аппарат Кюриосити обнаружил на поверхности красной планеты глину и питьевую воду. И, разумеется, ученые сразу вспомнили версию о том, что 4 миллиарда лет назад Марс был обитаем. А после глобального похолодания ее жители, спасаясь от гибели, переселились на Землю. Так неужели мы потомки выживших марсиан? Марс. Четвертая планета от Солнца. Издали она видится красной из-за коричнево-алого оттенка поверхности. Она более далекая планета, чем планета Земля. Поэтому температурные режимы там несколько иные. Там суровая зима, если сравнивать с нашим земным климатом. Марс. Одна из самых любимых планет-фантастов. Аэлита. Джон Картер. Марсианские хроники. Это лишь самые известные произведения о Красной планете. Британский писатель Герберт Уэллс в 1897 году опубликовал роман «Война миров». По сюжету обитатели Красной планеты попытались завоевать Землю. После выхода книги в свет в мире начался настоящий марсианский бум. Бывший президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов утверждает, что Уэллс был не так далек от истины. Это же по счету у нас пятая цивилизация. Ну, одна из теорий просто произошла трагедия или такая катастрофа на планете Фаэтон, на Марсе. Просто часть людей сюда как бы долетели. Они раньше уже видели, наверное, они тут что-то делали, добывали. Там трагедия произошла, они развили здесь жизнь. В 1997 году президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова пригласили выступить в эфире британского канала BBC. Он подряд зрителей с заявлением, что несколько раз контактировал с инопланетянами. Однако тогда его слова никто не воспринял всерьез. Политик повторил свое заявление в 2010 году в Японии. Глава Калмыкии рассказал, что получил от пришельцев ценные знания о Земле. Только наши галактики, таких галактик триллионы. И что мы в нашей галактике, в нашей системе такие умные. И неужели мы думаем, что мы шли-шли-шли, так вот от обезьяны произошли, что на других миллиардов планет тоже нет таких же обезьян и таких же людей. Археологи находят на Земле все больше свидетельств, доказывающих, нашу планету посещали разумные существа задолго до появления человека. В Африке, например, нашли шахту, в Уганде, кажется, шахта, в которой нашли некоторые предметы, типа металлические. Мы видели, что добывали золото там. Там заброшенная шахта золота, которая там больше ста тысяч лет. Кто добывал, чего добывал? Ну, говорят, что нужно было вот золото, золотая пыль там от солнечной радиации на одной из планет нашей Солнечной системы. И все-таки, почему из всех гипотез о происхождении землян популярнее всех марсианское? В мифологии и легендах многих народов присутствуют рассказы о древних богах, которые приходили с Марса. Фактически, они колонизировали нашу планету. А климатологи высказывают осторожное предположение, что модель развития жизни и биосферы на Марсе соответствовала земной. Ну, конечно, это происходило миллионы лет назад. В середине 20 века в мире развернулась борьба за космос. На старте гонку выиграл Советский Союз. В космосе каждая из сторон стремилась быть в чем-то первыми. Мы запустили первый спутник, мы отправили первое живое существо на орбиту, мы запустили первого человека, мы отправили первые станции к Луне, Венеру, Венере, Марсу. Но уже через несколько лет после полета Юрия Гагарина, американцы взяли реванш. 20 июля 1969 года Нил Армстронг стал первым человеком, вступившим на Луну. Все смотрели, как Нил Армстронг прилуняется. После первого сенсационного полета, космические аппараты разных стран мира исходили и изъездили Луну в прямом смысле слова, вдоль и поперек. Спутники сфотографировали каждый уголок небесного тела. Во имя чего мы шли в космос? Мы шли в космос, чтобы найти братьев по разуму. Мы думали, что есть селениты, марсиане, венерианцы. Ученые нашли и пересчитали на Луне все кратеры, обнаружили моря и даже замерзшую воду. Но многолетние исследования показали, что жизни там нет. И братьев по разуму тоже. В таком случае, что дальше? Эксперты считают, именно тогда, после разочарования в лунных поисках жизни, ученые по-настоящему повернулись к Марсу. В 1877 году итальянский астроном Джованни Скиапарелли разглядел на поверхности Марса некие линии. Именно это открытие, по мнению экспертов, впервые породило гипотезу о том, что Красная планета была обитаема. Примерно 4 миллиарда лет назад ее жители преуспели в создании искусственных систем орошения, так называемых каналов. Казалось, что каналы – это произведение марсианского разума. И было впечатление, что мы уже в полушаге от открытия себе подобных цивилизованных сообществ. В 1899 году марсианскую лихорадку подогрел Никола Тесла. В 20-е годы прошлого столетия Никола Тесла утверждал, что якобы поймал какой-то непонятный радиосигнал с Марса. У него есть очень интересная и такая познавательная статья, которая так и называется о межпланетной связи с Марсом. В конце жизни он, правда, утверждал, что связь была с Венерой, потом вообще начал говорить о том, что связь была с каким-то непонятным информационным полем. Откуда он взял эту информацию, к сожалению, так и осталось загадкой. Идею Теслы тут же подхватили многие западные ученые. Но лишь через 70 лет у землян появился шанс проверить гипотезы. В 1976 году американский аппарат «Викинг-1» удачно сел на Красную планету и сделал первые в истории панорамные цветные снимки поверхности Марса. Фотографии моментально стали мировой сенсацией. Вот эти фото, сделанные в так называемом районе Кидония, северном полушарии Марса. Неровный холм на поверхности очертаниями напоминает человеческое лицо. Исследователи сразу нарекли его марсианским сфинксом. Когда на Марсе первые марсианские спутники фотографировали поверхность Марса, то были обнаружены интересные объекты, в том числе и человеческое лицо, которое на поверхности, или там существо, которое якобы протянуло руку. Но на самом деле это игра тени. Ученые, исследователи Марса расходятся о мнении по поводу вот того непонятного лица, сфинкса, который обнаружен был на Марсе в 80-е годы. Существуют две точки зрения. Одна из них, классическая, говорит о том, что вот это лицо на Марсе, это обычная гора, и при особых условиях съемки игра света и тени образовала такое непонятное лицо. Другие исследователи все-таки продолжают утверждать, что вот эта вот структура на Марсе является действительно каким-то древним сооружением, которое является вот именно лицом марсианина, смотрящим в небо. 26 ноября 2011 года ученые НАСА запустили с мыса Канаверал пожалуй, самый успешный и результативный марсоход Кьюриосити. Исследовательский модуль Кьюриосити, который до сих пор находится на Марсе, продолжает приносить очень много загадок. Это и фотографии каких-то непонятных камней, и каких-то структур очень похожих на окаменевшие, на какие-то окаменелости древние. Что на самом деле там происходит, мы можем только гадать, потому что вот та оптика, которая установлена на этом аппарате, позволяет видеть окрестности, ну, на расстоянии это может быть километры чуть больше. Некоторые исследователи даже шутят, что возможно только камера Кьюриосити отворачивается в сторону, приходят там какие-то марсиане, пришельцы, разбрасывают артефакты. На 61-й день работы марсоход передал на орбиту фотографию, которая стала сенсацией номер один. Ученые НАСА повторно сфотографировали объект на микрокамеру с максимально возможным разрешением. И что же они увидели? Блестящий объект напоминал останки таракана. Уфологи тут же решили, на Марсе когда-то жили насекомые, и оттуда их завезли на Землю. Однако при более внимательном изучении астрофизики все-таки сделали вывод, что это кусок обшивки какого-то из марсоходов, работавших на планете. Или там вот фотография неправильная, свет не оттуда, и так далее. Так, понимаете, сфотографировать в космосе очень трудно. Впрочем, буквально через несколько дней после громкого курьеза инженеры НАСА и их изобретение Curiosity реабилитировались. 30 октября 2012 года аппарат взял пробы марсианского грунта. Анализы показали, что почва на поверхности планеты состоит из тех же минералов, что и вулканический туфт на Гавайских островах на Земле. Инженер Джон Грансфилд сделал заявление. Эти вещества как ничто другое свидетельствуют о существовании воды на Марсе. На поверхности ее нет, но под поверхностью Марса вода есть, она открыта, на поверхности холодно, а под поверхностью теплее. И там вода может быть уже не снегом, льдом, а нормальной, жидкой водой. А где есть вода, там, скорее всего, возможна и жизнь. Осталось только открытие там. Наличие воды и то, что там действительно текли реки, это связано с рельефом поверхности Марса, говорит о том, что там была достаточно хорошая атмосфера. В 1984 году на Земле в Антарктиде нашли метеорит. Астрофизики установили, он прилетел с Марса, а биологи обнаружили в нем образование по форме, напоминающей простейшие бактерии. Не только по внешнему виду, по некоторым химическим соединениям, которые вокруг них найдены, биологи почти уверены, что это окаменелые, некогда живые организмы. И то, что метеорит прилетел с Марса, почти наверняка говорит о том, что когда-то на Марсе была жизнь. Миллионы лет назад модель и климатическая, и природная жизни на Марсе, она соответствовала фактически земной. Но под воздействием ряда причин Марс начал терять атмосферу. То есть Марс стал остывать. И у жителей Марса возникла естественная потребность, нужно было куда-то переселяться. В таком случае, почему на Красной планете люди так никого и не нашли? Что на самом деле происходит на Марсе, мы, в принципе, можем только гадать. Но давайте представим ситуацию. Прилетает, предположим, марсианский модуль на Землю с исследовательской миссией. И садится в какой-нибудь пустыне Сахара, камеры марсианского модуля. Они будут видеть пустыню, естественно, не будет никакой жизни. Может быть, она будет присутствовать в каком-то зачаточном состоянии. То есть марсиане сделают доклад на свою планету, что на планете Земля жизни нет и не может быть. Хотя на самом деле это будет не так. Эксперт Александр Железняков считает, что настоящее открытие на другой планете способны сделать только люди, а не роботы. А для длительных полетов на Марс люди еще не готовы. Но вся ракетно-космическая техника, которая будет создаваться для полетов на астероиды и на Марс, ее как-то надо первоначально опробировать. И Луна, на мой взгляд, это идеальный полигон. Космические аппараты, которые летали на Луну 40 лет назад, они могут и до Марса долететь. Но здоровье человека при этом не гарантированно. Очень высокий уровень радиации за пределом земной магнитосферы. Полеты на Марс это около трех лет в условиях высокой радиации, конечно, немыслимо сегодня. Впрочем, человечество в любом случае готовится к полету. Сейчас эксперименты проводились Марс 125, Марс 250, Марс 500. И вот космонавты или исследователи, которые находились, они имитировали как раз вот этот полет. Занимались медицинскими исследованиями, биологическими исследованиями. Кстати, очень интересный факт, что Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт, она согласилась полететь на Марс без возврата. По мнению специалиста, реальные шансы первыми попасть на другие планеты есть только у трех держав. США, Китая и России. Но опять же в далеком будущем. Раньше, чем через 25-30 лет, когда принципиально новые космические корабли будут с ядерными двигателями, способные быстро двигаться, там, за 2-3 недели до Марса, 2-3 недели обратно. Мне кажется, марсианская гипотеза появления человечества на Земле с каждой новой находкой выглядит все более правдоподобной. Два года назад НАСА опубликовало интересную фотографию. На фоне марсианского горизонта видны три светящиеся точки. Уфологи увидели в них неопознанные летающие объекты. В самом НАСА объяснили это дефектами матрицы. Какие еще фотосвидетельства скрываются и почему? Может быть, человечество просто не готово к этой информации? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok